Да, с Сашей было хорошо. Николаев Семен Александрович. Тема доклада. Об основах фундаментальной физики или обман в науке. Формулы будет смотреть здесь, я не буду, а то у меня времени не хватит. Красным будет то, что я пропущу, прочитайте в книге. Вот тогда я только уложусь во времени. Наука-физика. Физика – это представление человека о природе. Эти представления могут быть правильные или ошибочные. Об ошибках. Ошибки в физике – это естественный путь познания, путь пробок и ошибок. Но ошибки бывают разные. Например, искренние заблуждения, заведомое жульничество и, наконец, специальные обманы и одурачивания. Если некоторые заблуждения – это Больсман, и некоторые преднамеренные жульничества – это Максвилл, не обнаружились до начала XX века, то они были законсервированы. С начала XX века дискуссии были запрещены. Это связано с тем, что в начале XX века самые богатые люди планеты взяли фундаментальную физику под свой контроль. О том, как это было, рассказано во втором дополнении к шестому изданию «Постоянно ли скорость света?» – конечно, нет. И, как оказалось, вся фундаментальная физика специально запутана и продолжает запутываться. Ошибок столько, что за отведенное для доклада времени я не успею перечислить даже часть из них. Поэтому в докладе все будет до предела кратким. Более подробно все изложено в трех книгах. Сейчас мы рассмотрим только один вопрос, связанный с обманом и одурачиванием. В официальной науке, которая, как я уже сказал, взята под контроль самыми богатыми людьми планеты, все, что не совпадает с теорией Минштейна и Большого взрыва, объявлено лженаукой. Как известно, наша страна по таким показателям всегда впереди планеты всей, и поэтому у нас даже создана комиссия по борьбе со лженаукой. Физика, как наука, превращена в догму. Впоследствии все это утвержденное программой образования из поколения в поколение заставляет выучивать школьников и студентов. И теперь многие из них ходят, зомбированные этим учением великого гения, и по любому вопросу дебильно улыбаются и твердят, учение верно, ведь все везде работает. Сейчас мы в этом разберемся. Давайте взглянем на этот рисунок. У меня времени не хватит. Все, все, все. Я думаю, так будет. Лучше не подходите, потому что добавите время. Сейчас мы в этом разберемся. Давайте взглянем на этот рисунок. На рисунке сотрудник ГАИ определяет скорость движущейся на него автомобиля. Как называется этот эффект, с помощью которого определяет скорость автомобиля? Кто может ответить? Эффект Доплера. Больше никто ничего не скажет. Это и есть преднамеренные обманы и одурачивания вас всех. Теперь об этом процессе по порядку. Эффект, позволяющий определить суммарную лучевую скорость объекта и наблюдателя в акустическом волновом процессе открыл в 1842 году австрийский ученый Христиан Доплер. А эффект, позволяющий определить суммарную лучевую скорость объекта и наблюдателя с помощью электромагнитного излучения, открыл в 1848 году французский ученый Арман Физо. Это открытие Физо сделал, наблюдая за движением планеты Венера вокруг Солнца. Это совершенно два разных эффекта. Общее у них только то, что оба определяют суммарную лучевую скорость объекта и наблюдателя. И все. А как это происходит, разница, так как природа процессов разная. В одном случае акустическая, а в другом электромагнитная. Проводить между ними какие-то аналогии и параллели нельзя. Необходим эффект, определяющий скорость эффекта объекта с помощью электромагнитного излучения, называть эффект Физо. Примечание. Умалчивание об открытии этого эффекта французским ученым Арманом Физо делается специально. Мол, не обязательно упоминать про Физо. Пусть процессы в эффекте Доплера считаются идентичными процессам эффекта Физо. Сразу вспоминают про гудок. Однако эти процессы имеют разную природу. Акустическую и электромагнитную. И вовсе не идентичные. Обман и одурачивание с каждым годом нарастает. Это отдельная тема для обсуждения. Чтобы вас лучше одурачить, придумана новая, якобы свободная энциклопедия, Википедия. Там уже вообще написано, что эффект, определяющий скорость объекта с помощью электромагнитного излучения, вывел из теории относительности Эйнштейн. И фотоэффект открыл также Эйнштейн. Вот это Википедия. Вернемся к скорости света. Что называют светом? Электромагнитное излучение всех диапазонов частот принято называть светом. История открытия скорости света. Первую попытку определить скорость света путем измерения времени прохождения света между двумя пунктами сделал Галилей. Но его постигла неудача. В 1675 году датский астроном Ремер через спутники Юпитера определил скорость света. Она составила 220 тысяч километров в секунду. В дальнейшем скорость света много раз уточнялась. Но все дальнейшие уточнения скорости света производились уже на Земле. Между неподвижными источником и приемником света. В 1975 году скорость света между неподвижными источником и приемником света определили с точностью до метра. Это из энциклопедии. Очень коротко, что такое волна. Это понятие термина входит в элемент запутывания физики. Первое определение. Волна это колебательный процесс, который распространяется во все стороны. Второе. В природе существует два вида совершенно разных процессов. Один вид это акустические волны. Другой вид это электромагнитное излучение. Третье. Для акустического волнового процесса нужна среда. Средой служит вещество во всех агрегатных состояний. Акустическая волна распространяется в среде, в веществе, во все стороны. Если нет среды, то нет и волны. Четвертое. Для электромагнитного излучения среда не нужна. Движение и колебания совершает каждая отдельная частица. Все фотоны не связаны между собой и существуют независимо друг от друга. Вывод. У акустических волн и электромагнитного излучения одинаковые токоэффекты дифракции и интерференции. Волновые свойства называются. У акустического эффекта Доплера и электромагнитного эффекта физо одинаковы только то, что оба они определяют суммарную лучевую составляющую скоростей объекта и наблюдателя. Допомню. Только в инерциальной системе. Все другие аналогии и параллели между ними – это непонимание физических процессов и их причин. Сейчас мы подробно рассмотрим на одном эксперименте с эффектом физо. Всего в книге описано три эксперимента и эффект космологического красного смещения. Нам необходим эксперимент, в котором будет подвижен источник или приемник света. Однако источник и приемник света должны быть хорошо синхронизированы. Поэтому должны находиться в одном приборе. Роль подвижного перезлучателя поручим движущемуся автомобилю. Этот эксперимент принято называть эффектом Доплера. Это и есть одурачивание. Лучше называть это эффект физо. Сейчас узнаете почему. Итак, эксперимент с эффектом физо, связанный с измерением частоты. Вернемся к рисунку. В локации объектов на относительно небольших расстояниях используется измерение частоты, а в астрономии измерение длины волны. Рассмотрим на эксперименте, что происходит со всеми характеристиками фотонов в эффекте физо. Сотрудник ГАИ измеряет скорость В, движущуюся на него автомобиля. Прибор для измерения скорости излучает в направлении автомобиля сигнал в виде электромагнитного излучения фотонов с фиксированной частотой НО1. Источник излучения неподвижен, поэтому скорость движения фотонов будет иметь постоянное значение. С1 равно С0. Энергия таких фотонов будет, согласно формуле планка, Е1 равно Н, умноженное на НО1. Другие характеристики фотонов будут вычисляться по формулам. Послали сотрудникам ГАИ сигнал отражается от движущегося на него автомобиля и летит в обратном направлении. Этот же прибор принимает отраженный сигнал и определяет его частоту. Частота оказывается равной НУ2. При этом НУ2 больше, чем НУ1. Раз изменилась частота фотонов, тогда, согласно формуле планка, изменилась и энергия фотонов. Она стала Е2 равно Н, умноженное на НУ2. При этом энергия отраженных фотонов от автомобиля Е2 стала больше, чем излученных Е1. За счет чего? Так как масса фотонов постоянно, то увеличение энергии фотонов произошло за счет изменения их скорости. Скорость фотонов увеличилась на величину скорости автомобиля и стала С2. Другие характеристики фотонов будут вычисляться по формулам... Не позволяйте себя одурачивать, что у перезлученных фотонов энергия осталась прежней и что это акустический процесс гудок. Верьте формуле планка. Е2 равно Н, умноженное на НУ2. Раз изменилась частота, она стала НУ2, значит, изменилась и энергия фотонов, и, соответственно, все другие характеристики фотона. Итак, излученные фотоны были с характеристиками с индексом 1. У переизлученных, отраженных фотонов, характеристики стали с индексом 2. При этом частота стала больше, энергия стала больше, скорость стала больше. Построим таблицу характеристик излученных и переизлученных фотонов. Рассмотрим связь всех характеристик фотонов в данном процессе. Из таблицы 1 следует, что отношение характеристик между собой следующее. Обратите внимание, внизу отношение характеристик везде линейное. Нигде никаких степеней нелинейности нет. Из этого можно сделать вывод, что все характеристики фотонов в данном эксперименте носят линейный характер. И поэтому формула Е равно МС в квадрате ошибочная. Формула должна иметь вид Е равно МС. Кроме того, это не энергия, а инерция. Эквивалент мощности. Об этом написана отдельная книга. Ошибочный перевод Эйлера «Законов Ньютона». Это следующий мой доклад. Но обратите на это то, что было внимание. Это очень важное открытие для всей фундаментальной физики. Модель механики Гюйгенса ошибочная. Модель механики Галилея-Ньютона подтверждается еще и экспериментально. Окончательная формула примет вид. Если объект сближается с неподвижным источником света, то скорость объекта складывается со скоростью света. Если объект удаляется от неподвижного источника света, то скорость объекта вычитается из скорости света. Значит, в природе всегда, как и положено, действует закон сложения векторных величин. Принцип суперпозиции. В данном случае этот принцип помогает нам определить скорость объекта. Если бы в природе не было этого принципа, мы бы никогда не узнали скорости автомобиля. И, естественно, не было бы эффекта физо. Так как физически скорость объекта автомобиля вычисляется из разности скоростей света. Вот вам и подтверждение, что в природе действует только закон о классической механике. А именно, принцип относительности Галилея и принцип сложения векторных величин скоростей, принцип суперпозиции. Таким образом, скорость света – непостоянная величина. Скорость света зависит от скоростей источника и приемника света. Второй постулат Эйнштейна ошибочен. Вывод. Теории относительности Эйнштейна неверны. Естественно, неверно все, что связано с этими теориями, в том числе и теория Большого Взрыва. Как вы заметили, самое страшное для сторонников теории Эйнштейна и теории Большого Взрыва – это эффект физо, который никто не смог даже назвать. Умалчивают. Я рассказал только об одном эксперименте с эффектом физо. Это эксперимент с измерением частоты, применяемой на небольших расстояниях. Всего экспериментов три. Второй эксперимент связан с измерением длины волны. Он применяется в астрономии. И именно в астрономии Арман Физо открыл этот эффект. Третий эффект связан с измерением времени полета фотонов. И отдельный эксперимент, являющийся результатом предыдущих трех – это космологическое красное смещение. Эти эксперименты не менее интересны, но время не позволяет о них рассказать. Прочитайте в книге. Итак, вы, наверное, догадались и заметили, что обман и одурачивание носят элементы политики. Все это можно коротко назвать афера XX века. О постулатах Эйнштейна и несостоятельности его теорий. В основу специальной теории относительности Эйнштейна легли два постулата. То есть утверждения, которые принимаются за истинные, без доказательств. Математики такие утверждения называются аксиомами. Второй постулат или принцип постоянности скорости света. Скорость света в вакууме постоянно. Она не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости его приемника. Это из энциклопедии. В своей работе Эйнштейн без экспериментов и без всяких обоснований объявил, что отныне фотон не будет иметь массы, а скорость света не будет зависеть ни от источника, ни от приемника света. Однако, как мы экспериментально выяснили, зависит. Вы поняли? Чтобы состоялись теория Эйнштейна, необходимы эти постулаты. Вместо электромагнитного эффекта ФИЗО вам всегда подсовывали акустический эффект Доплера. Как будто электромагнитного эффекта ФИЗО не существует. Теперь вам ясно, что второй постулат это не какое-то там заблуждение, а специально продуманное одурачивание. Что получается? Фальшивые постулаты и как можно сложнее математический аппарат. Дело в том, что одурачивание математикой здорово срабатывает. Например, поставил на вход 4 фальшивых уравнения, интегрировал, дифференцировал по многу раз. На выходе получаются те же 4 уравнения. Делается вывод, что эти уравнения правильные. Если математический ошибок не делать, то как может на выходе быть другое? Но вот уравнения как были фальшивыми, так ими и остались. Такой пример впервые применил Максвелл. Для математического подтверждения существующего электромагнитного поля. Эйнштейну этот метод очень понравился, и он взял на его на вооружение. Поэтому Максвелл стал для Эйнштейна любимым ученым. На четвертый день последний доклад про Максвелла. Афера 20 века. Каковы причины появления феномена Эйнштейна? Почему более 100 лет запрещены дискуссии? Вот о чем мы будем писать. Вдумайте сейчас все, что буду говорить. Как это было? В начале 20 века самые богатые люди мира испугались открытия эфира. А эфиром и бесплатной энергией их пугнул Тесла. И решили взять под контроль фундаментальную физику. Кто понимает роль фундаментальной физики в прогрессе человечества, тому будет это понятно. Эйнштейна в США приглядели те, кому нужен был вождь в науке. А им была поручена миссия, как избавиться от эфира, которым Тесла всех пугнул. А Тесла заявил, что через месяц откроет эфир и обеспечит все человечество бесплатной энергией в любой точке поверхности Земли. На самом деле он блефовал. Эфир, как выяснилось, создают две частицы. Переносчики энергии от термоядерного синтеза. Это фотоны и нейтрейна. А нейтрейна в те времена никто не знал и не думал. Но все испугались, что откроют эфир, а с ним бесплатную энергию. И даже не обязательно, что им будет Тесла. А Рокфеллером и Морганом это было ни к чему. Сотни миллиардов долларов были вложены в нефть и в электричество. При бесплатной энергии они могли снова стать как все. А они хотели быть не как все, а самыми богатыми. В этой ситуации все самые богатые скинулись. Но не как Нобель, сто миллионов из которых выплачили вознаграждение за научное открытие. Богачи скинулись сотнями миллиардов долларов на то, чтобы наука как-нибудь обошлась без этого проклятого эфира. Чтобы слово эфир было запрещено. Его презирали, а лучше вообще не вспоминали. И деньги начали работать. Это ученые, которые согласились выполнить поставленную задачу. Эти деньги работают до сих пор. Назначили гения. И все связанное с этой проблемой стали связывать с ним. А он был согласен быть гением и не бедным. Узловым и главным местом в науке стала проблема с фотоном. Если у фотона отнять массу, то без массы не будет и частиц эфира. Также облажающих массой. Но тогда для этого пришлось ввести в науку очень много чепухи. Типа пренебречь основным законом природы, законом сохранения массы и энергии. Расширять Вселенную. Придумать фальшивые постулаты и теории. У меня написана книга «Эволюционный круговорот материи во Вселенной», в которой я исправляю ошибку в теории большого взрыва. То есть возвращаю массу фотону. Как и должно быть у каждой частицы в природе, потому что энергия переносится массой частицы, а не летает сама по себе. С открытием данной модели эфира появилась возможность определить состав и структуру материи. Все переносчики энергии. С помощью данной модели эфира стало возможно объяснить все процессы в природе. Главный из них – гравитационное взаимодействие, гравитационное близкодействие, сильное, слабое и молекулярное, электростатическое и магнитное взаимодействие и все остальное. Стало ясно, что будет, если Вселенная не расширяется, а фотон, как и положено всей материи, имеет массу. Забыл сказать, что открытие эфира бесплатной энергии не предвидится, и что нужно беречь то, что имеем. Казалось бы, вопрос разрешен. Бояться появления бесплатной энергии не нужно. Но как быть тем, а это национальные академии наук развитых стран, кто больше ста лет дурачил всех теориями великого гения? Нет, назад, вероятно, у них пути нет. Нет, они будут стоять до последнего и продолжат всех дурачить. Смею заметить, что раньше научная мафия не убивала нужных ученых. Она просто выкашивала их. Действия были разнообразные. Кого застрелили, кого тихонько откровили и так далее. Многим заткнули рты. Даже особо известные и прыткие Планк, Нильсборг, Хаббл не могли ничего поделать перед громадными деньгами, которые стали против них работать. Все научные журналы были взяты под контроль. Были взяты под контроль Нобелевский комитет по физике, руководство всех национальных академий наук развитых стран, в том числе и СССР. Потом именами известных ученых, которые на самом деле были противниками, будут прикрываться, как будто они стояли у истоков гениальных открытий Эйнштейна. Это Макс Планн, Нильсборг, Эдвин Хаббл и многие-многие другие. Но научная мафия не только убивала. Она придумала оружие похитрее и поэффективнее. Это к нашему посланию. Она разработала и все время совершенствовала образовательную систему. Последнее это введение ЭГЭ. Образовательная система, коснусь только физики, построена на принципе утвержденной программы. Утвержденная программа это своего рода учение в кавычках, которое незыблемо, то есть ими носит черты догматического учения. Принцип выучил, ответил, получил оценку. Думать в таком процессе запрещено. Почти все разучились думать. Если забыл, то надо снова это же выучить. Многие думают, что они думают, а они вспоминают учения. Вы что думаете, если не будете придерживаться теории Эйнштейна, вам дадут защитить кандидатскую или докторскую по физике? Или стать профессором или академиком? Ничего подобного. А если кто-нибудь в школе или в институте скажет, что теории Эйнштейна глупость и большого взрыва не было, то его просто отчислят, как непонимающего современной физики. А тем более преподавателя. Вот вам про образование. Что представляет собой система образования в настоящее время? Принцип, заложенный в систему образования, это заучивание того, что написано в учебниках. Но не думать о том, правильно это или ошибочно. Хороша такая система или нет? Приведу пример. Выводят собаку на арену цирка. Показывают ей, например, цифру 2. И собака тявкает два раза. И за это получает вознаграждение. Кусочек сыра. Затем показывают цифру 5. И собака тявкает пять раз. И опять вознаграждение. Как вы думаете? Собака думает? Наше образование построено по такому же принципу. Выучил, ответил, получил вознаграждение. Оценку. Кусочек сыра. Что вы думаете о выучивании? Вас не спрашивают. Думать в данном процессе запрещено. Организаторам процесса образования это не нужно. Науку в системе образования утвердили программой. На самом деле науку превратили в догму. Ошибки, существующие в науке и утвержденные программой, законсервированы. Некоторые даже не ошибки, а простое жульничество. Некоторым ошибкам и жульничеству больше 150 лет. И даже есть под 300. Почему они так чудесно сохранились в науке? Да потому что более 100 лет дискуссии, дискуссии, послания, были запрещены. Не было бы запрета на дискуссии, не было бы ошибок. Существующее положение физики это так называемая афера 20 века. Те ошибки, которые не были выявлены до начала 20 века, были законсервированы. И началось запутывание физики и одурачивание всех. Одурачивание не состоялось бы, если бы на кон не были поставлены громадные средства самых богатых людей планеты. Вот так это было. Одурачивание продолжается до сих пор. И даже набирает обороты. Показывая язык всему человечеству, Эйнштейн в этом сниму говорит. Как я вас, дураков, одурачил. Спасибо за внимание. Ну вот так вообще надо, наверное, и делать доклады эмоционально. Не совсем можно согласиться из того, что говорил докладчик при этом. Вопрос можно. Вопрос можно. Вопрос можно. Вопрос в конференциях, которые вы никогда не услышите. Ты говори. Говори. Вопрос. Вопрос просят. Вопрос. У меня времени хватило, я на вопросы оставил специально. Что такое постулат в ваших построениях? Значит, постулат в моем построении нету. Постулат это ваше одурачивание. Постулат в физике не может быть. В физике могут быть только эксперименты и предположения, которые должны иметь обоснования, которые мы должны разбирать. Семен Александрович, ну с этим позвольте не согласиться, но это же не вопрос. Есть вопрос. Давай. Вот то, что Е равняется МЦ, а не МЦ квадрат, это нечто вное, как инерция. Об этом я говорю. Об этом будет отдельный доклад. Нет, об этом я говорил еще на прошлом Конгрессе. В докладе стоим. Так, вопрос. Нет, да. И то, что это одно и то, что энергия, это не совсем так. Это примерно. Вопрос, вопрос. Примерно. Вопрос. У меня времени очень мало. Я специально два вопроса оставил, у меня не хватило. Зачти их. Является ли величина? Да, хорошо. Вопрос такой. Вот в справочниках указана скорость света как константа. Является она константой, действительно? Или же это можно поставить под сомнение? Хорошо. Этот вопрос распадает на два вопроса. У меня не хватило времени в докладе, 20 минут, но это очень важная штука. Значит, он распадается на один вопрос. Почему нам не измерить скорость инерциальной системы в эффекте ФИЗО? Прочитаю его, быстро. Нам необходимо произвести эксперимент для определения скорости света. Мы выбрали площадку на поверхности Земли. Инерциальная система – это система тел, связанных между собой и гравитационным взаимодействием. Все тела этой системы движутся в одном направлении и с одинаковой скоростью. Наша инерциальная система одновременно участвует во множестве движений. Например, вместе с Землей вращаются вокруг оси Земли и одновременно обращаются вокруг Солнца. Одновременно Солнце вместе с Землей обращается вокруг центра масс-галактики. А галактика обращается вокруг центра масс-скопления галактики и так далее. Все эти движения разнонаправленные и одновременные. Естественно, что у всех этих скоростей будет общий результирующий вектор скорости. Это и будет скорость относительно эфира. Если кому слово эфира не нравится, называйте просто общий вектор. Эксперимент с эффектом ФИЗО показал, что скорость света не постоянная, а зависит от скорости источника и приемника света. Поэтому любая скорость в нашей инерциальной системе – это всего-навсего скорость относительно Земли. Чтобы узнать реальную скорость света в пространстве, надо к скорости относительно Земли добавить скорость инерциальной системы относительно эфира. Вот то, что общий вектор вы называете. Скорость связана с перемещением, и поэтому она величина векторная и относительная. Скорость может быть только относительно чего-то. В современной физике считают скорость света якобы относительно вакуума. Что такое вакуум? Когда вводили термин вакуум, то подразумевали пространство без воздуха. Пространство без воздуха считали пустотой. Это из энциклопедии. Таким образом, скорость света относительно пустоты – это невежество и абсурд. Абсурда и невежества в современной физике очень много. Поэтому обязательно должна быть инерциальная система, например, относительно Земли, относительно Солнца и так далее. Рассмотрим пример определения скорости света между неподвижным источником и приемником света. Эксперимент проводится на поверхности Земли. Неподвижный источник света излучает фотоны со скоростью C нулевое. К этой скорости алгебраически добавляется лучевая скорость инерциальной системы относительно эфира. Если инерциальная система движется в направлении фотона в приемнику, то будет складываться с C нулевым. Если в обратном направлении, то будет вычитаться. У нас второй вариант на рисунке нарисован. Получается, что реально относительно эфира фотоны от источника до приемника летят со скоростью C нулевое минус V инерциальной системы лучевая. Лучевая – это проекция, вы видали. На рисунке вот изображен. Таким образом, C нулевое является скоростью света в конкретной инерциальной системе относительно Земли, а не фундаментальной константой. И что в результате получается? С этой скоростью C нулевое минус инерциальной системы относительно эфира фотоны летят до контакта с приемником. При контакте с приемником лучевая скорость инерциальной системы будет направлена встречна движению фотонов и сложится с ней. Получится C нулевое. Поэтому, используя эффект ФИЗО, связанный с измерением частоты, мы никогда не узнаем о лучевой скорости инерциальной системы относительно эфира, а также реальной скорости движения фотонов от источника до приемника. Подождите, сейчас... Да, из двух этих частей состоит. Сейчас этот скину и второй сразу. И вот уже это самое, второй, ну на два разбит. Является ли скорость света записана в справочник фундаментальной константой? Надо поставить сначала вопрос. Является ли скорость света постоянной между неподвижным источником и приемником света в других во всех инерциальных системах? Можно ли измерить лучевую скорость инерциальной системы в инерциальной лучевой относительно эфира? И как? Можно. Если измерение проводить через измерение времени полета фотонов от источника до приемника, эксперимент должен быть чистым. Фотоны летят только от источника до приемника. При этом... С собой. При этом перезлучений фотонов не должно быть. Это называется чистота эксперимента. В том числе и честность эксперимента. Сейчас узнаете почему. Для этого эксперимента необходимо точное расстояние. А точное расстояние можно измерить только на Земле. Тот же самый рисуночек. Источник света излучает фотоны, которые летят к приемнику со скоростью С0 минус инерциальная система относительно эфира. Время полета фотонов будет путь, который хорошо измерили, на скорость. Это будет Т1. Это в одну сторону летят фотоны. Если измерять еще время полета отраженных фотонов, летящих в обратном направлении, то скорость будет складываться. Параллельно будет это самое. Тогда время полета будет путь, деленный на скорость. Как видите, время полета фотонов излученных и отраженных разное. Общее время в полете фотонов приемника и обратно составит Т1 плюс Т2. Средняя скорость будет С0. Два пути на общее время полета. После расчета С1, С0, можно вычислить лучевую скорость инерциальной системы относительно эфира. И, соответственно, реальные скорости полета фотонов в прямом, они разные, и в обратном направлении. Значит, скорости света фотонов в разных инерциальных системах разные. Так как разные скорости и направления движения самих инерциальных систем относительно эфира. Вы поняли, как вас одурачивают? Якобы проведенные в 1975 году экспериментом по определению скорости света. На Земле между неподвижным источником и приемником якобы измерили величину скорости света. И она оказалась с точностью до метра. На самом деле, реально, относительно эфира, фотоны от источника до приемника летят со скоростью в одну сторону минус инерциальная система, обратно плюс инерциальная система. А вам посовывают среднюю скорость полета фотонов туда и обратно. Это равносильно вместо температуры больного предложить вам среднюю температуру больных в больнице. Скорость света, записанная в справочнике, не фундаментальная константа, а всего-навсего скорость относительно Земли. Второй постулат Эйнштейна – обман. Две теории Эйнштейна, и все связанное с этими теориями, ошибочное, в том числе и теория большого взрыва. Сами решайте, специально это делается или не до понимания. Мое мнение специально по программе в рамках всеобщего одурачивания. Можно вопрос теперь? Можно вопрос. Пожалуйста. Так, с вашего решения. Что такое эфир, как устроен? Что такое фотон, как устроен? Сейчас, минутчу. И можно ли рассуждать? А вообще, то, что вы сказали, не знаю ни первого, ни второго. Значит, сейчас скажу. Пожалуйста. Значит, я вам как самому этому самому уже надписал, сидя там, самому этому, больше всего в борьбе за дискуссию, во-первых, дарю этому, и в калурах объясню. Вот это специально книжки. Можно еще вопрос задать? Сейчас времени не хватит об этом разговаривать. У меня будет второй доклад. Там будет, как бы сказать, время на вопросы останется. Два слова про эфир, если хотите. Значит, эфир. Эфир – это огромное количество мельчайших чектиц, нейтринников и фотоников, продуктов распада, нейтринок и фотонов, летящих во всех направлениях Вселенной. Фотон имеет отношение к ним или он сам по себе? Фотон с каждым колебанием излучает частичку фотоник. То есть это третья частица? Нет. Значит, смотрите, если взять дальнюю галактику, так мне объяснишь. Если взять дальнюю галактику, фотон излучился. У него там длина волны, я буду про частоту, потому что в формула планка входит частота. Значит, излучился фотон, у него частота не в один. Прилетает от дальней галактики, красно-космологическое сверчение, прилетает он к нам. Частота стала меньше, энергия стала меньше. Если не пренебрегать законом сохранения массы энергии, как в официальной науке, то и масса стала меньше. Куда девается энергия, куда девается масса. Сейчас объясню. Мы берем энергию там по формуле планка. Е равно H1, которая излучалась. Прилетела, энергия стала меньше. Е равно 2, H2. От той энергии вычитаем то, что осталось, и делим на количество колебаний. Мы получаем потерю энергии за одно колебание. Если она будет 10 минут 51 джоуля. Если дальше не пренебрегать законам сохранения массы энергии, и по Гюйгенцу поделить на С квадрат, а по Ньютону на С, то мы получим массу фотона. Ой, это эфирные частички. Мы же привыкли на С квадрат пока делить. Я пока не буду отходить, а то у меня седьмое. Вы же отвергаете это дело. Какое? Нет, то, что если вы используете С квадрат и вы используете это дело, мы уже прицепились к решению. Нет, к Эйнштейну С квадрат никакого отношения не имеет. Как это имеет? Значит, ничего подобного. Вас одурачивают. Значит, формула МВ квадрат там пополам, не пополам, Эйнштейна в него водилась. Все это было до него давно. Давно. И никакого отношения к сочинению не имеет. Это энергия. То, что начал мудрить С квадрат, конечно, С квадрат. По Гюйгенсу силу. А вот если исходить от Галилео, Галилея и Ньютона, по их механике МС. Инерция. Ну, это надо, конечно, сначала, Владимир Владимирович, прочитать. В диалексе переворода хорошо разрешили. Что? Энгельсом было разрешили, но очень неплохо, кстати. В диалексе переворода. Можно вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вам выводы группы астрийских физиков с фотонами, эксперименты группы Баунистер, которые были в 97-м году? 97-й. Скажите, про что там? Потому что столько информации. А когда фамилия одна, понимаете, вот когда вы вопрос задаете, какой-нибудь фамилии это самое, фамилии же вылетают у вас? Так, группа Баунистера в Австрии, она выпускала из одного, значит, аппарата фотоны с разной зарядки, плюсы и минусы. И доказано было, что если эти фотоны разлетаются сколь угодно далеко, то они, тот фотон, который сливается со средой, неважно, плюс или минус, вот, он моментально, значит, один сливается, а второй, да. Понял про этот вопрос. Значит, это швейцарская лаборатория, которой вот сейчас опять деньги понадобились, и они сказали, что мы нейтринно получили, направили сквозь землю, больше скорости. Это та же истой оперы. Первое. Фотон в справочнике официальной науки написано нейтральная частица, никаких плюсов, ни минусов. Какими свойствами обладает фотон? Ну, к этим свойствам поляризации. Ну, а ничего, во-первых, никаких магнитных свойств. Это у меня будет четвертый доклад по фальшивым коэффициентам про Максвелла. Фотон не обладает никакими ни магнитным полем, ни электрическим. Это все написано в энциклопедиях. Это все в энциклопедии черным по белому написано. Предположения Максвелла. А какие предположения, я на четвертый день вам будет у меня доклад. Расскажу. Теперь дальше. То, что вот эта лаборатория в 1997 году сказала, что они поляризовали фотон. Это разные вещи. Плюс и минус. Нету никаких плюсов, минусов. Поляризованные фотоны. Поляризованные фотоны. Турмалиновая пластинка дает 24 градуса отклонения. Собирает все в одну. А другие, те самые преобразователи, в другую. Значит, они полетели в одну сторону. Те направлены были в другую, поляризованные. И они, мол, знали друг о друге. И это фальшивка, которых фальшивок много. Такая же фальшивка, как и сейчас нейтрино. Больше скорости света. Значит, на одну миллиардную нейтрино, на самом деле, вот у меня в седьмом издании уже будет, в шестом нету. Значит, нейтрино много-много-много больше скорости света. Значит, нейтрино примерно там в тысячи, десятки тысяч раз или сколько больше скорости света. Это природа спрятала от нас эту скорость. Мы только ее можем предполагать. Даже оценить очень трудно. Не знаю, может, кто-то и оценит эту скорость. Но никакого отношения к нейтрино не имеет. Регламент. Нейтрино, нейтрино. Рождаются. Регламент. Нет, еще две минуты. Еще две минуты. Можно вопрос? Давайте я вам расскажу на вопрос. Интересно, вопрос интересный. Давайте. Если интересный. Да, да, интересный точно. Рассматривали следующую, так сказать, интересную вещь, что древние тексты, в частности Упанишады, Махабхарата, говорят о том, что существует два света. Два. Первый свет называется сверхяркий свет, которому поклоняют русские праздную воскресенье. В воскресенье. Нет, я сразу отвечу, что я не это сам. То есть вот здесь возможно стыкнулся. Нет. Две минуты, если осталось, я вам лучше про нейтрино расскажу. Поперечный свет, тот, который, о каком вы говорите, и протольный свет, который вот там, возможно, стыки. И мир между... Поперечного протольного света не существует. Есть только явление поляризации. Две минуты говорят, что есть. Нет. Это же не рассматривали. Пока физики официально... Почитай. У меня, конечно, все на экспериментах, и те эксперименты, которые в официальной физике произведены, если там фальшивые, вот как скорость у там фальшивая, а если фальшивая нет, я на них основываюсь. Резерфорд, Нильсбор и так далее, и там подобное. Я сказал, что когда комфортное отображение совершается, и получается ограниченный метр, там возможны появления... Нет, 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 я это с историей не... Хорошо. У меня только эксперименты. Подожди, подожди. Ну, подожди. Все тогда, да? Второй доклад. Ну, пошли передвигаться. Страшно. Как старше, пожалуйста. Только по кем? Да, старше. Я сам за ним пришел, он пришел. У вас осталось всего 15 минут на второе. Ну, что ж поделаешь, надо его было это самое. Да. Регламент. Докладывайте. Это самое. Второй доклад. Ошибочный перевод Эйлера законов Ньютона. Это дополнение к шестому изданию второе. Подряжка. В этом докладе речь пойдет об основах модели классической механики. В современной физике модель механики оказалась в силу разных причин ошибочной. Однако моя модель гравитационного взаимодействия помогла вскрыть эту серьезную ошибку. Алло. Ошибка состояла в некорректном переводе Эйлера с латыни законов Ньютона. Вместо законов Ньютона Эйлер подсунул нам фундаментально противоположные по смыслу ошибочные законы Гюгенса. Нам необходимо рассмотреть три вопроса. Первый. Модель механики, которой вы пользуетесь и называете классической механикой Ньютона, правильная она или ошибочная? Второй вопрос. Есть ли этому экспериментальные доказательства? Третий. Та модель классической механики, которой вы пользуетесь и называете ее Ньютоновской, кому она исторически принадлежит? Галилею Ньютону или Гюгенсу? Алло. Но сначала надо разобраться с терминологией. Терминология в физике специально запутана до предела. Рассмотрим конкретно, что такое энергия и что такое мощность. Такой вопрос возникает, когда сомневаешься, может ли объект обладать энергией и может ли энергия переноситься объектом. Примечание. Под объектом будем подразумевать все материальное, то есть все, что имеет массу. Вся материя имеет массу. Масса – это количественная мера материи. Поэтому объекты – это макротела, атомы и молекулы, фотоны и нейтрина и эфирные частицы. Как должны поступать в науке? Изучают данную проблему, дают определение основных терминов, затем логично и последно следуют обозначенному пути. В современной физике, как сейчас увидите, могли бы и раньше увидеть, все запутано. Думаете, случайно? Нет, не случайно. Для этого и дискуссии запрещены. Не было бы запрета на дискуссии, не было бы и ошибок. Итак, работа энергии в единицу времени – это мощность. Тогда работа энергии за определенный промежуток времени – мощность, умноженная на время. Теперь надо ответить на самый главный вопрос. Может ли объект обладать энергией? Для этого рассмотрим примеры. У нас объект – электрический двигатель, который обладает мощностью 1 кВт. То есть в единицу времени он может произвести энергию-работу, равную мощности. Электрический двигатель работал 10 часов. То есть электрический двигатель совершил работу энергию 10 кВт в час. За эту энергию-работу мы заплатили. Теперь у нас другой объект – лошадь. Лошадь обладает мощностью 1 лошадинной силы. То есть в единицу времени она может произвести работу энергию, равную мощности. Лошадь проработала 10 часов. Лошадь совершила работу энергию. За эту энергию-работу мы заплатили. Мы рассмотрели примеры, из которых ясно видно, что объект – электрический двигатель и лошадь – обладают мощностью. А теперь подумайте, могут ли электрический двигатель и лошадь обладать энергией? Смешно. Получается, что объект как таковой не может обладать работой энергией. И это не имеет физического смысла. Ведь работа энергии – это всего лишь математическое выражение. Расчетная величина, зависящая всего лишь от времени процесса. А чем же объект может обладать? А только мощностью. Мощность является одной из характеристик объекта. Законы и закономерности не должны противоречить самим себе. Коль дано определение какому-нибудь закону или закономерности, то будьте добры, выдерживайте их суть и смысл. В противном случае это незаконные закономерности. Однако, следующие примеры покажут, что такой принцип соблюдается не всегда. Несоблюдение изложенных принципов является ошибкой. А ошибки надо исправлять. О кинетической энергии. Следующий объект – пуля. Пуля на выходе из ствола ружья имеет скорость v. Принято считать, что пуля имеет энергию mv квадрат пополам. Но что это на самом деле? Энергия или мощность? Имейте в виду, что выражение «принято считать» не является доказательством того, что все правильно и логично. Во-первых, мы выяснили, что объект может обладать только мощностью, а не энергией. Энергия – это мощность, помноженная на время процесса. А времени процесса в этой формуле нет. Во-вторых, в формуле присутствует масса и скорость. Скорость – это мгновенная характеристика, которая, если нет времени процесса t, характеризует мощность. Значит, эта формула должна обозначать мощность объекта. И, соответственно, размерность должна соответствовать мощности. Пуля на самом деле обладает мощностью, которая является переносчиком силового взаимодействия. Сейчас вы это ошибочно называете кинетическая энергия. Как получилось, что выражение mv квадрат пополам стало называться энергией? Ведь в нем нет ни силы, ни мощности, ни времени. Почему формула эта ошибочная? На самом деле это формула – урод. Численное значение, рассчитанное по ней, равно мощности. А размерность имеет энергии. И называется энергия. Вот как это было. Будем все обозначения раскрывать. Работа равна энергии, равна мощность, помноженная на время. Мощность – это сила на скорость. Сила – это масса на ускорение. Ускорение представили как скорость, деленная на t. Горе физики и математики просто сократили время, и сила перестала присутствовать в формуле. А также перестала присутствовать и время, длительность процесса. Отношение v, деленное на t, не является ускорением. Это, если мягко сказать, очень серьезная ошибка. Скорость – это мгновенная характеристика, и, соответственно, постоянная величина. Машина или поезд едут со скоростью v. Если вы поделите скорость на время, на какое время? И что вы узнаете? Формула v, деленная на t, вовсе не описывает ускорение. Если v – постоянное, никакого изменения скорости нет, и, соответственно, и ускорение. Формула ускорения – вот она, правильная. Вот из таких несуразиц и получается формула физики. Неправильное применение математики, а точнее, это просто манипулирование обозначениями, привело к многочисленным ошибкам, которым полна современная физика, в кавычках современная. Мощность – переносчик силового взаимодействия. В каждый момент времени мощность имеет конкретное значение, зависящее от массы и скорости. Что-нибудь изменится при расчетах? Нет. И раньше в расчетах апеллировали мощности, называли ее энергией. Работа энергии используют только тогда, когда необходим ее учет. Например, необходимо ее оплачивать. Вы поняли? Отличие энергии от мощности, а потенциальной времени нет, а полете фотона времени нет, а немного о тепловой энергии. В данном случае объектов будет очень много. Это атомы и молекулы вещества, а также переносчики тепла инфракрасной фотоны. Название термина «тепловая энергия» также неправильное. Необходимо называть «тепловая мощность», так как силовое взаимодействие переносится мощностью инфракрасных тепловых фотонов. Так как фотоны все время перезлучаются, то их мощность суммировать и замерить невозможно. Тепловую мощность определяется с помощью особой характеристики температуры. Путем сравнения с эталоном, например, подкрашенный спирт в термометре. Измеренная температура вещества указывает его на тепловую мощность. Мощность – мгновенная характеристика. Если вас интересует, какое количество тепловой энергии вы потребляете в своей квартире, то расчеты надо производить через объем прошедшей воды и разницу температур на входе и выходе. Это будет количество тепловой энергии, за которую надо платить. Вы поняли разницу? Вы потрогали батарею, это тепловая мощность. Но когда эта тепловая мощность грела целый месяц, это тепловая энергия. Деньги платим за энергию. Это всего лишь расчетная величина, не характеризующая объект батарею. Температура батареи – это мощностная ее характеристика. Вы поняли отличие энергии от мощности? Заключение. Итак, в физике очень много запутанного. В некоторых случаях термины энергия и мощность правильные. Это механика и электродинамика. Но в большинстве случаев это кинетическая энергия, потенциальная энергия, термодинамика, они ошибочные. Здесь мы рассмотрели вопрос. Как запутали все в физике и мощность стали называть энергией? Но это оказалось все неправильно. Эйлер неправильно перевел законы Ньютона. Исключил из процесса причину и ввел некую силу, которая в природе не существует. Теперь первый вопрос. Модель механики, которой вы пользуетесь и называете классической механикой Ньютона, правильная она или ошибочная? Центр стремительного ускорения в природе не существует. Это очередная ошибка в физике, которую необходимо исправить. Откуда появилась формула центра стремительного ускорения? А равно В квадрат на Р. В энциклопедиях написано, что первым к этому приложил руку Гюгенс. Пускай будет Гюгенс. Давайте разберемся, прав он или нет. Чтобы ошибки Гюгенса были более заметны, будем рассматривать конкретный случай движения Земли вокруг Солнца. Как рассуждал Гюгенс, выводя формулу для центромительного ускорения. Земля движется равномерно по окружности с радиусом R и со скоростью V. В данный момент времени Земля находится в точке A и имеет скорость V. Это изображено на рисунке 4. Земля хочет двигаться прямолинейно по инерции, но центростремительная сила возвращает на линию окружности. Вот рисуночек, который приведен в энциклопедии рассуждения Гюгенса. Гюгенс предлагает, пусть путь А-В будет движением вперед, а отрезок В-С будет возвратом Земли на линию окружности. Тогда из треугольника по теориям Пифагора можно вывести следующее соотношение. Если последним членам в этом соотношении пренебречь, то получится очень красивая формула. В равно V квадрат на R. Этот процесс Гюгенс смоделировал и писал неправильно, ошибочно. В чем ошибки Гюгенса? Первая ошибка. На участке А-В движение Земли Гюгенс применяет в качестве характеристики перемещения скорость V. А на участке В-С вдруг применяет ускорение В. Оснований делать никаких. Это просто несерьезно и все неправильно. А как должно быть на самом деле? А это изображено на следующем рисунке. Рисунке 5. На участке А-В скорость надо представить как линейную V1, а на участке В-С как центростремительную V2, которая является результатом гравитационного взаимодействия. Никаких ускорений нет. Все перемещения характеризуются скоростями перемещения. В рассмотренном процессе две скорости V1 и V2, и их результирующая V реальная. Или даже точнее, вы сами вектор скорости реального движения Vr раскладываете на составляющие V1 и V2. Вторая штука. Вторая штука.